здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема помидоры грунтовые очень много вопросов чем сейчас кормить томаты на улице как их сохранить чтобы они не болели у меня такое впечатление что никто не смотрит сюжеты которые я снимаю с такой любовью и заботой для вас мои дорогие что вам зеленка не не помогает а что вам глиокладин который под корни мы положили когда высаживали не положили но совершенно напрасно вы это сделали значит у меня в прошлом году да фузариоз просто погубил всю зеленую массу помидоры не погибли и не болели и не гнили носа они могли быть крупнее пока есть листья все растет листьев нет никто не растет поэтому нужно как можно дольше сохранить зеленую массу и не важно что это лук картофель или вот томаты томаты на грунте да это проблемно потому что в теплице все таки да есть крыша можно закрыть никто туда не залетит вирус и бактерия не вылетит лишняя но на улице это сделать сложнее поэтому я всегда говорю пожалуйста не поливайте вы томаты каждый день пойти вы по плошечки ну раз один раз в две недели если идет дождь вообще не поливаем такие ливни как шли четыре дня ну у нас просто залило какая поливка единственное что вы можете дать подкормку но это вы как бы припоздали ведь такие вопросы знаете я отвечаю на ваши вопросы по сути подкормка должна быть слабоазотная для того чтобы поддержать вот эти маленькие томатики которые до народились чтобы дать им возможность все-таки нарастить массу они же тоже зеленые как листья как стебли вот для того чтобы родились томатики нужен калий для того чтобы корни у томата были нужен фосфор чтобы они красивые были нужен магний а чтобы они было вот огромное количество нужен бор в этом году не помидорный год не очень помидор достаточно на улице вот он старый замок четыре ряда и их вот так вот так хватит на засолку форма у них идеальная я наклоняюсь чтобы вам показать какие красивые кисти у старого замка вот они красавицы завязываются следующие кисти с этой стороны да очень очень любят прятаться помидорки в зелени листвы ну нам без разницы спряченых найдем правда значит ну вот значит дачный коктейль слабо разведенный можете подкармливать вы помните как мы сажали томаты до 2 ряда но корни все свели в одну борозду вот сюда мы и поливаем вот сюда мы и кормим не смачивая землю не под ними не дальше нигде для того чтобы минимальное количество было влаги томаты этого не любят сбросить цветочки и ваши фитофторы фузариозы и так далее они просто расцветут от этой влаги еще и холод не дай бог ночью вчера было 9 градусов это что это разве лето конечно они могут заболеть поэтому давайте лечить давайте кормить но очень слабым раствором дачного коктейля ну а все на этом лучше не знаю что сказать подождем когда уборка начнется хорошо